Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля, мы продолжаем говорить об отцовстве. И перед тем, как мы начнем говорить, что и каким образом должен делать отец, на что он должен влиять, какие вещи он должен формировать и как он должен это делать, давайте мы рассмотрим одну очень простую схему, потому что понимание вот этих процессов влияния очень важно для нас. Мы с вами, будучи людьми реагирования, мы реагируем на поведение ребенка. Но поведение, друзья, является результатом достаточно длительного процесса. Давайте посмотрим на то, что же это за процесс. Центром человека является его дух, его физическое, его духовное ДНК, то, что он получил от своих родителей. Я много раз замечал, что дети-сироты, принятые в приемные семьи, принятые в хорошее, в очень позитивное окружение, все равно вырастают с определенными наклонностями негативного характера. И когда сравниваешь, ты обнаруживаешь, что они становятся похожими на своих биологических родителей. Я верю в то, что родители, биологические родители, настоящие родители, они вкладывают свой дух, свою ДНК в своих детей, даже если они никогда в жизни не виделись. И вот этот внутренний человек, это, наверное, ядро, основа любого из нас. И он влияет на те жизненные ценности, которые вокруг этого духа формируются. Вокруг него формируется то, что становится основой вообще всего происходящего в нашей жизни. Итак, на самой глубине находится дух человека, на котором строятся его ценности. Основные жизненные ценности. Основываясь на основных жизненных ценностях, происходит формирование способа мышления, типа мышления и типа эмоциональности, то есть его душевности. То есть каким будет человек, будет ли он разумным, будет ли он эмоциональным, как он будет реагировать на других людей, как он будет реагировать в общении. Все это основывается на жизненных ценностях. Итак, еще раз, это дух, это жизненные ценности, это разум и эмоции, которые приводят к принимаемым нами решениям. На основании метода, способа мышления, эмоционального интеллекта мы принимаем решения, которые и приводят к тем действиям, с которыми мы с вами имеем дело, боремся, реагируем, называя это воспитанием. Так вот, для того, чтобы этого не происходило, то есть наша реакция, мы можем вечно подрезать, резать сорняки, их нужно выполоть, нам нужно обратиться внутрь. Поскольку на дух человека мы с вами не можем повлиять, то мы можем повлиять на те жизненные ценности, которые будут сформированы. Я очень надеюсь на то, что вы поймете эту схему. Итак, дух человека, на основании него формируются жизненные ценности. Жизненные ценности являются основанием для образа мышления, который приводит к определенным решениям. И эти решения приводят к определенным последствиям. Редактор субтитров А.Семкин